Собрались вчетвером. В доме одного из знакомых пили, возможно, даже не один день. Проведенная экспертиза установила большую дозу алкоголя в крови подозреваемого. Андрей Агапкин ранее был неоднократно судим. Отбывал срок за кражи. Во время застолья выяснилось, что у одного из новых знакомых тоже богатое криминальное прошлое. Андрей увидел татуировки и попросил объяснить их значение. Вот он встал, мне за плечо схватил. Я его вот так вот откинул. Ну, как же он так сейчас так и лежал. Все, я его откинул вот этой рукой. Все, и говорю, ну, то есть не лезь, мы с ним выпьем туда-сюда. Опять же у меня промежуток овал памяти. Он потом очутился здесь вот. Дальше случилось страшное. Вот даже из полки я вытащил нож. И вот я его столкнул, говорю, вот с этой рукой я вытащил. Но он уже сидел вот, как вот сейчас. Остальные собутыльники даже не успели среагировать на происходящее. От полученных ран пострадавший умер на месте. Кореньков находился рядом с Агапкиным. Попросил у него выпить. А Агапкин от него отмахнулся. Тот, в общем, упал на пол, потому что до этого сидел на кровати. И там между ними вот такая вот ситуация произошла. То есть Агапкин, да, он целенаправленно носил удары ножом Коренькова. Но также он пояснял, что понимает, что от этих ударов человек мог причинить смерть. С места преступления Андрей Агапкин скрылся. Его нашли через сутки в лесу. В настоящее время Агапкину Старожиловским районным судом Рязанской области вынесен приговор, по результатам которого Агапкин приговорен к 9 годам, 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание Андрей Агапкин будет в колонии строгого режима. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».